Девка, мы окажемся. Нет, ты не выходишь. Нет. Нет. Что, добрый вечер. Или ночью, я уже не знаю. Кабан так любит вопилковку подстану. Ложись сюда, иди сюда ложись. Ложись. Ложись, покажи, как ты любишь. Покажи. А ну давай. Давай, куды. Ай, не туда ложиться, куда не видно. Сейчас я вам покажу. Встал, не успели. Покажи. Покажи, как ты любишь. У этих мадам свадебное настроение. И они ничего не поели. Вот такие вот они, мадамы. Целый день мне тут песенки поют. Я уже упорадался. Не ну ай. Всех накормил. Всех напоил. Хотел вам показать, как купается кабан. Но он не захотел валяться, да? Пузырь. Сейчас, секундочку. Ой. Омой. Не лезь. Он опять завалился туда. Ну ты что такой? На, по чуть-чуть, потому что вы что-то плохо сегодня кушали. На тебе девочка, на. Оп. Сейчас налью, не ной мне. Вот так. Я там ничего не выгребал. Это утреннее, то, что я им давал. Просто сыворотки туда налил. Если не поедят до утра, тогда выгребут. Потому что они обнаглели. Думают, если замуж собрались, так есть не надо. Наоборот, надо есть. Поросят же что-то должен кормить. Молодец. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я про соски. Смотрите, как все хорошо высветило. Какая хорошая мама. Смотрите. И нижний ряд отлично видно. Свинки в охоте. Ничего не хотят кушать. Это нормально. Это нормальное состояние. Меня часто спрашивают, как понять, свинка гуляет или не гуляет. Я не знаю, как можно не понять. Столько внешних признаков охоты. Даже мне вот сейчас там в комментариях пишут. Я типа делал дробленку своим свинкам. Или не делал, или покупал. А они перестали ее есть. Что случилось? Да миллион разных причин. Откуда я могу знать вот так сходу, что случилось с вашими свинками? Но первое, что с ними могло случиться, это желание выйти замуж. Вот мои свинки ничего не едят. Петли в красные, аппетита нету, целый день орут. Уши, как у овчарки, петля припухшая, молочные пакеты припухшие. Миллион признаков охоты. У свинки они все налицо. Те две гуляют, эти все три гуляют. Пять свинок, и все собрались замуж. Но эти то ли завтра начнут гудеть, ну что типа стоять, не будут кушать. То ли вчера были. Короче, я не слежу сейчас вот так прям сильно. Но они все три в охоте. Все пять, то есть эти не в охоте. Повалялась, стала, решила дальше попить. Саймон, ты контролируешь тут? Вот так. Свинюшечкам этим я уже подавал мамкам. Не буду их сейчас нервировать. Вам сейчас немножечко их покажу. Я у... Это такую тут кашу намесила в загоне. Я у нее повыгребал, вот сюда повыгребал. И подкинул немножко сухого. Мне там написали, что та уйди что от нее. Все типа она разнервничалась, по такой жаре еще кони двинет. Друзья, когда я стою над свинкой, то значит так нужно. Я им сделал уколы. Я должен был проследить за поросятами. Да все, все, не нервничай. Уже все, я не буду заходить к тебе неделю. Ну жна ты мне. Вот так. А знаете, а может даже вообще не буду заходить. То есть как бы можно поросятка второй раз не колоть. Препараты разные. Это чистое железо. Уколол. И может этого быть достаточно. Посмотрим на поросят. Посмотрим, как они будут себя вести. Вот так. Все. Свинка успокоилась. Поросятки в порядке. У всех все хорошо. После укольчик прошел нормально. Все поросята отреагировали на укол хорошо. Так что вот так. Этот такой маленький. Скорее всего эта свинка, она останется мне. Ну вот так. Послежу за ней. Сегодня ей пять дней. Послежу за ней. Если она, ну там через дней пять будет такая же худая. Ну тогда начну ее подкармливать. Вы не бойтесь. Она с голоду не умрет. Она кушает. Возможно, знаете, вот есть такие, ну вот и люди есть, да не только люди, которые, чтобы не ели, ну какие-то, например, отклонения в организме. И чтобы они не ели, они там одни кости. Я не про болезнь, вот эту анорексию, а именно вот есть такие люди. И вот что с этим поросенком? Как бы вроде же кушает свободненько, никто его не отгоняет, никто его сосок не забирает. При этом молоко в животе есть, но оно как-то не откладывается подкожно. Потому что вот этот маленький поросеночек, он был меньше этого. А сейчас стал вот такой толстый, лощеный, прям налитый. А этот костлявый какой был, такой и остался. Так что не ясно. Все, четыре тут. Ага, не четыре тут, пять вот лежит тоже. Видите, и поросяткам жарко. Все, мамулечка, я не лезу. Не лезу. Ты, ой, как потемнело. Ты умничка, ты хорошо защищаешь. Много кто написал страшно. Страшно, когда укусит за ногу. Я как бы все-таки полез к ней с голыми ногами. Вот это неправильно. Нужно вот для таких процедур, нужно одевать штаны. Вот так, это первое. А во-вторых, на самом деле вы правильно написали. Это так, ну как бы логично было. Почему я так не сделал, я не знаю. Нужно было начать колоть поросят вот с этой свинки. Потому что та свинка поспокойнее, это вы все написали правильно. Спасибо, но уже поздно. Типа, я уже это сделал. Она нервная. Типа, можно было сначала у нее половить поросят. И она бы так не ругалась. А та такая более спокойная. Та не кидается, ничего. Ну, а то и надо было у второй. Все, не трогаю вас. Ухожу. Тут все хорошо. Вот свинки воют, замуж просятся. Ты замуж хочешь, да? Типа, ты моя хорошая. Вот так. Яйца давайте считать. Яйца будем считать, да? Пять. Разбито. Видите, сразу видно. Еще и, наверное, не только разбило, а, наверное, расклевано это яйцо. Ну, ничего, его же тоже считаем. Пять, десять. Пятнадцать, двадцать. Что там? Вчера миллиард нанесли, а сегодня мало, да? Пять. Десять. Пятнадцать. Двадцать. Двадцать пять. Двадцать семь. Вот, вчера было очень много, а сегодня отдыхает. Тридцать. Тридцать пять. Сорок. Сорок пять. Пятьдесят. Пятьдесят пять. Шестьдесят. Нормально. Там получается двадцать семь, а тут тридцать три. Вот, смотрите. Сегодня вижу, что беленькие перепелочки продолжают начинать яйцекладку. Смотрите, мои старушки, старушки сегодня ничего вообще не снесли. Четыре. А вот это три яйца, это от маленьких, ну, от новых. Да, семь штучек. Все, видите, какие маленькие? И вчера такие были. Где-то тут. Где-то тут. Вот они. Тоже манюсенькие. Вот это несут эти. Вот. Примерно одинаковые расцветки. Вчера было два, а сегодня три. Начинают нестись. А моих лысеньких старушечек, наверное, нужно убрать уже. Ой, конфетка тебе упала. Конфеточка тебе упала. Ой, какая вкусная, да? Какая вкусняшечка. Прямо какая-то с неба упала вкусняшечка, да? Откуда, скажи, непонятно. Вот так вот. Вот так вот. Все. Получается, 67 штучек сегодня снесли. Мало, но было вчера максимально много. Я, конечно, я, конечно, был в шоке от того, сколько снесли вчера. Завтра свинки должны успокоиться. Потому что вот этот момент, когда они воют и стоят, длится сутки, может, 36 часов, полтора суток. И все. Так что завтра должен аппетит вернуться. А то получается, что вот с утра ничего не доели, только вот свежатки долил. Ну и все дела. Эти поели красотки или нет? Нет. Можно им долить вот это, да? То, что осталось. На тебе, девчатки. На тебе. Вот. Все. К утру. К утру допьют, съедят. Красота. Последняя, последняя мучительная ночь для цыплят. Потому что гусята над ними все равно как бы издеваются. Немножечко им трепают перо. Но, вон, слышите, как ноет? Это ириска больше. Ой, нет, не ириска. Ириски у меня нету. Лавруха. Лавруха ругается. Вот так. Завтра подуванчики здесь останутся одни. Я попробую их оставить без сетки, ой, без пеленки. Посмотрю, как будут ножки, хоть такие гусятки, как будут себя вести эти лапки того цыпленка, у которого они, ну, как бы, кривые. И потом буду это что-то решать. Садить назад на пеленку или не садить. А то, конечно, гуси пеленку загадили капитально. Ну, уже не убираю, думаю, завтра поменяю, потому что, если что, гуси ее загадят. Если сейчас на ночь поменяю, будет такая же. Ну, ты как плачет лаврушечка. Лаврушечку кто-то обижал, да? Замуж никто не отдавал ее. Красота. Они, в общем, можно, знаете, как сказать, сидят на подстилке не из пеленки, а из комбикорма. Потому что я сыплю и туда, и туда. Вот так, Игорь, не кушать травку, да? Вот так. Не получается. Все получится. Все получится. Получки. Субтитры создавал DimaTorzok Вот так. Сейчас налью перепелетом, и я иду домой. Вот такая красота. Все, я закончил. Все накормлены, все напоены. Вот сюда можно еще чуточку засыпать. А то выгребли. До утра хватит. Смотрите, на сетке. Первый день на сетке. Мне нравится. За день все в порядке. Все целенькие. Ох, и орет лаврушка, замуж просится. Все целенькие. Все хорошо. Единственное, вот эта сетка мне чем не нравится, тем, что она забивается. То есть они вот по метам, как бы, там же сетка металлическая, сварная. И плюс пластиковая сверху. Она одна на второй накладается. Сейчас отверстия получаются меньше, и они забиваются. Поэтому, может, завтра еще посидят на этой сетке, и буду убирать ее. Останутся только на той железной. Но им нужно чуточку подрасти, чтобы лапки туда не проваливались. А так на сетке, конечно, получше. Гля, какие. Тут тоже только насыпал. Они, короче, не едят. Смотрите. А просто грибутся. Просто грибутся, грибутся. И все. А я просто покупаю комбикор не для маленьких перепелят, а для этих. Для кур во дворе. Но куры скажут только спасибо. Ну, вот так. Все. Все в порядке. Все целенькие. Некоторые вот слабенькие, вроде на лапку. А так, ну, может, парочка. А так, все вот шустренькие, все хорошо. Вот такие вот дела.